Получить инвестиционный вычет. Это тема нашего сегодняшнего разговора с Алисей Галебновой. И, как правило, после такого разговора кто-то получает из наших зрителей деньги. Какие суммы мы сейчас будем смотреть на конкретном примере, правда? Да, доброе утро. Доброе утро. Сегодня мы будем рассматривать практический пример. У нас на прошлой неделе был эфир теоретический, в котором рассмотрели основные моменты, когда, в каких случаях, какие документы нужно для этого подготовить. Но тема достаточно сложная для понимания. И сегодня мы это все на конкретных цифрах и посмотрим. Если слайды в кровках не застряли, пожалуйста, выведите их. Да, давайте, конечно. Сейчас проверим. Ну, а мы начнем. Мы рассмотрим такой пример. То есть сегодня будем конкретные вычеты рассматривать, когда открывается человеком индивидуальный инвестиционный счет. Это сейчас очень такая популярная тема. Я уже озвучивала цифры, более 250 миллиардов там сейчас лежат. У меня есть пара миллиардов. 500, 38 рублей там лежат. Вот. И сегодня посмотрим, как получить вычет выгоднее именно при открытии счета. Потому что есть две модели. Можно ежегодно получать вычет от внесенных средств, то есть в размере 400 тысяч рублей ежегодно. Либо, когда закрывается счет, уже на всю сумму полученной прибыли от операции на этом счете. Мы сейчас посмотрим, как лучше сделать и в каких случаях. Вот по примеру, так как условие всегда три года должен быть открыт счет, иначе вычет не получить, то есть он минимум три года. Мы как раз рассмотрим 18, 19, 20. В 18-м 400 тысяч рублей положили на инвестиционный счет. В 19-м ничего не ложили. Вот это вот. В 2020-м положили 1 миллион рублей. Это уже. Я планировала вообще, да. И при этом, что очень важно, попрошу следующий слайд вынести, чтобы получить любой из вычетов, должен быть налогооблагаемый доход в этом году. То есть это тот, который облагается НДФЛ. Это, допустим, зарплата. Самый простой пример. И у нас, по примеру, в 18-м, 19-м, 20-х годах был доход. На слайде выведен 500, 550 и 350 тысяч. Вот сейчас мы посмотрим, какой вычет. Вот за 2018-й можно даже сейчас заявить 400 тысяч рублей. Потому что это как раз предел, это лимит. То есть больше нельзя. 400 тысяч рублей. В 2019-м, несмотря на то, что есть доход, вас налогооблагаемый, но так как взноса не было, соответственно, будет ноль. Так. Ничего нельзя. За 2020-й у нас доход составил 350 тысяч, с которого мы заплатили уже НДФЛ. Поэтому вот именно с этих 350-ти мы можем заявить вычет, не больше. Это не сумма вычета. Это сумма вычета. Это не сумма возврата налога. Вернется 13%. То есть от этого 13% у нас возвращается. Но сумма, с которой делается вычет, вот она. Угу. Да. Вот. Поэтому вот это в этом примере у нас получается. Пожалуйста, следующий слайд. Вы считаете, да? Следующий слайд. Это у нас 52, 0 и 45,5 тысяч. 97,5 тысяч. Это уже налог. Налог 97,5 тысяч. Вот от внесенных миллиона 400 тысяч рублей. Это получается возврат. А следующая модель, которая есть, можно вот эти вот все три года не заявлять этот вычет, то есть это альтернатива, либо то, либо то. Подождать закрытие счета. Вот, допустим, в нашем примере он будет закрываться в 2021 году. Я попрошу следующий слайд вывести в 2021 году. И чтобы понять, какой налог нам надо будет заплатить, вообще какой вычет, нам нужно здесь уже считать доход. Я, по примеру, взяла, что у нас 10% годовых – это такая средняя доходность. Ну, это средняя доходность по счету. То есть это не какая-то обязательность. И вот у нас доход, соответственно, будет, здесь у нас 40 тысяч рублей, здесь у нас будет 44 тысячи рублей, там капитализация. Просто поверьте мне, уже на слово капитализация работает, то есть я уже все посчитала. И здесь у нас будет доход, получается, так, пожалуйста, выведите следующий. Я так быстро, нет, они посчитают циферку, я не помню. И 2020 год у нас получается, да, 83 тысячи 400 рублей. Это наш доход. И вот по второму варианту облагаются именно вот эти вот суммы, то есть вот эта сумма дохода. И получается вычет именно в этом размере. То есть 13% от этой суммы – это 21 тысяча 76 рублей. После трех лет? Да, это вычет, да. То есть этот налог начисляется, то есть вот как работают инвестиционные счета, все брокеры, управляющие, они являются налоговыми агентами. И они, по идее, не выплатят вам деньги без удержаний. То есть они сами удерживают этот налог, то есть вот именно в этом случае не нужно, ну, в основном не нужно самому их декларировать. Поэтому вот с этой суммы вот эти 21 тысяча 76 рублей с вас удержат. Но если вы работаете по второму плану, то, соответственно, вот это будет ваш вычет. Вы получите ровно ту сумму дохода, которая вам начислена, вот эти 10%. Но теперь давайте сравним, какая у нас арифметика получается. В первом варианте вычет 97 с половиной. Видите, сумма, да, у нас уже получилась. Но в 21 году, когда закроется счет, так как мы заявляли вычет суммы внесенных средств, нам надо будет заплатить вот этот налог. То есть получается в 2021 год у нас 21,76 у плата. А здесь, получается, мы ничего не платим, но вычет всего 21,76. Соответственно, вы посмотрите, больше 70 тысяч выгода по первой схеме. То есть если достаточно небольшие взносы, если они где-то около вот этой суммы, на которую предоставляется вычет. И, соответственно, доход тоже примерно такой же. То выгоднее работать по первому, его называют брокеры план А. То есть вот этот инвестиционный счет с планом А. Потому что вы посмотрите вот на конкретном примере разница. Если, особенно для начинающих, вряд ли кто-то там, знаете, будет там спекулятивные бумаги брать, там какие-то рисковые. Это будет где-то около 10%. Поэтому вот конкретные цифры, что получается. А доходность-то одна и та же. Она же останется прежней. Поэтому предлагаю вот именно этот фактор всем учитывать. Потому что даже в 21 году можно и сейчас еще заявить вычет за 18, 19, 20. Как это заявляется? Как эта процедура происходит? Это вот этот вычет заявляется только самостоятельно. То есть здесь уже брокер не участвует в этой операции. Нужно обратиться в налоговый орган. То есть всегда рекомендую через личный кабинет это делать. Да, да, онлайн. То есть подается декларация по форме 3НДФЛ. Личный кабинет содержит примеры заполнения по всем вот этим вот жизненным ситуациям. Там в принципе помогут. Какие документы нужны? Это документы, это договор с брокером, либо с управляющим, который подтвердит как раз, что ваш лицевой счет более трех лет. И соответственно документы внесения вот этих средств. 400 миллион, то есть ну там все, что вы внесете. Это важно для подтверждения того, что вы вносили деньги. Вы прикладываете и вам будут возвращены деньги вот за эти годы. Еще, знаете, такой момент, если меня телезрители задавали вопрос. А что делать, если, допустим, лицевой счет на меня открыт, а деньги внесла жена? Ну вот как бы можно ли вообще в таких случаях получать вычет? То есть я хочу вот его сейчас озвучить, потому что это может быть, знаете, необдуманные какие-то действия такие, да, что взял и жену отправил или там супруга. То есть это вполне житейская ситуация. Вот этот вопрос может быть спорным. То есть сразу хочу сказать, возможно, придется с налоговым органом поспорить, но вообще независимо от того, жена или муж, ну или супруг или супруга вносили средства, если есть, если они официально женаты, то по гражданскому кодексу общее имущество у них. Это все считается общим нажитым имуществом по статье 256 гражданского кодекса. И можно, получается, вот эти вот взносы жены также использовать для вычета по своему инвестиционному счету. Ну лучше заранее об этом подумать и не делать будущих сложностей. Потому что, ну, возможно, придется доказывать свою правоту. Но можно. Но можно, если у вас есть эксперт, если вы точно знаете, как это делать. Получайте инвестиционный вычет, ну и заводите инвестиции, если у вас есть такая возможность, чтобы в дальнейшем получать с них доход. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова